Девушки отдыхают Здравствуйте! Понятно? Я сейчас. Последняя. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте, учитель! Здравствуйте! Садитесь! Анна Дубовик – музыкальный педагог. Ей 31. Закончила Рижскую академию педагогики и управления образованием. Имеет степень бакалавра. Уже полгода работает по специальности в детском саду еврейской общины. Учиться продолжает. Пишет магистрскую. Одно из увлечений играет в духовом оркестре на флейте фортепиано. Казалось бы, все здорово и ничего особенного. За одним маленьким исключением. Девушка не видит от рождения. Легко ли в Латвии незрячему? Выучиться, а затем устроиться на работу. Наш рассказ как раз об этом. Увы, Анина история скорее исключение из правила. Детки знают, что их учитель незрячий. Им об этом сказали. И весь персонал детского садика информирован об этом. То есть от детей этого не скрывают? И это вполне нормальный процесс такой интеграции? Да, ни от детей, ни от родителей этого не скрывают. Она давно искала работу. Я работаю в этой области. Я помогаю незрячим людям в мере своих возможностей. И говорю знакомым просто, что мы организуем рабочие места, помогаем адаптировать среду. И так далее, и так далее. И одна из подруг сказала, у меня у знакомой есть вакансия в детском саду в Адвейском. Отлично. Мы тут же позвонили Лене. Это все произошло как-то мгновенно. Есть ли рабочее место? Да, есть. У нас есть работник. Отлично. Но девочка незрячая. Ну и что? И вот такой короткий диалог, честно говоря, нас в какой-то ступор вогнал. Но на самом деле это печально, что мы удивляемся таким простым вещам, что незрячего человека принимают на работу. И везде она получала отказ. То есть даже не объясняли почему, просто нет и все. Мне и здесь не было надежды. Но вот Мария предложила, я думала, ай, поеду. Во всяком случае, я знаю, что ничего не будет, но... Попробуй с надо. В всяком случае, кусок с меня от этого не упадет. Ну и какова была ваша радость, наверное, когда вам предложили работу, то есть сказали, выходите. Уже в декабре, да, это было? Да, мне позвонили в тот же день, когда после собеседования, в тот же день, это был конец ноября, сразу после обеда. И, в общем, сказали, ну мы вас берем. Ой, ну я думала, что я допрыгну до потолка от радости. Я еще так спросила, берете? Серьезно? Я не думаю, что у незрячего человека настолько много ограничений, как ему пытается рассказать обществу. И действительно, когда Мане позвонили сказать, что мы ее берем, она очень удивилась, и у нее была очень странная ее реакция. И я ей тоже говорю, Аня, если вы изначально думали, что мы вам откажем, зачем вы тогда приходили на интервью? Потому что у нее даже, мне кажется, не было мысли подсознательной, что мы ее можем взять. Чудо буквально, потому что мы с Аней вместе ходили однажды на собеседование. И я видела, как это все проходит, когда люди ищут повод, чтобы отказать. Очень неприятные ситуации, и надо иметь определенное мужество, чтобы с этим справляться. И, конечно, она очень обрадовалась. Она пришла, и когда вот она пришла с Марией еще на интервью, мы попросили ее сесть за инструмент. Мы привели ее в группу, и дети стали ей напевать песни, и она подбирала мелодию. И она очень быстро, по слуху, подобрала мелодию детям. Она красиво сыграла. Так, кто у нас не знает эту песенку про ноты? Я знаю, что Тоша знает, Саша знает. Я не знаю. Сара не знает. Теперь какие у нас, какие голоса у нас? Повторяем. Забываем. Не было сознательного решения взять незрячего человека на работу. Просто на тот момент действительно мы не могли очень долго найти учительницу по музыке. И мы нашли педагога, вот Аню, который нам подходил по всем критериям. Ну, и она оказалась незрячей. Из всех прецедентов Аня оказалась наиболее подходящей и талантливой, потому что приходили педагоги, которые не умели петь и не умели играть на фортепиано. Я в детском саду работаю с 1 декабря прошлого года. То есть уже полгода есть. Впечатления, конечно, очень хорошие. Дети меня очень любят, насколько я знаю. И всегда очень радуются, как вы сегодня видели на уроке. Я играю с 9 лет. Мне родители купили пианино, когда я в третьем классе была уже, уже пошла. И, в общем, тогда со мной стала заниматься учительница Ива Тезвайкзна. Это сразу, думаю, уже в школе. Потому что тогда незрячих просто не брали в музыкальную школу на Югре. Их потом начали брать. А учились вы на латышском языке? Полностью на латышском, полностью в латышском классе, в латышской группе. А почему такой выбор тогда? Вот вы выбрали русскую группу детского сада и музыкальное занятие, по-моему, русскоязычному языку. А выбора не было. Выбор сам ко мне пришел. Эта работа сама ко мне пришла. Вот благодаря Марии, которая завела разговор, которая встретила, говорила с заведующей детского сада. Это все благодаря заведующей детского сада. И благодаря Марии, благодаря этим людям. У меня было много очень собеседований в детские сады, в школы, но... И в латышские, и в русские? Да, и в латышские. И в русском садике я была, и все равно. Они сказали, нет, ну вы не зрячих, вы не сможете, у нас столько детей. Ну, наверное, обидно было слышать отказ, или вы были готовы уже к этому? Ну, сначала не готова, потом уже на рабочее интервью ездила, как говорится, как сказать... Как на каторгу, да? Нет, ну не совсем, а уже думаю, ай, ну поеду. Я понимаю, что ей люди вселили эту неуверенность в себе, что она у нее тоже взялась из ее негативного опыта. И вот сейчас мы шаг за шагом пытаемся искоренить у нее. Мы действительно, мы два раза ей повысили зарплату. Мы ее зовем на курсы повышения квалификации, которые предлагает государство, которые предлагает еврейская община. Тем самым показывая ей, что она не должна себя так чувствовать, что она может развиваться и делать карьеру так же, как любой другой человек. Потому что она действительно очень талантлива. И это грустно, когда другие люди заставляют в этом сомневаться. Познакомились, поговорили немножко. Я показала диплом, я пообщалась с детьми. Запели песенки из бременских музыкантов. Это была первая песенка. Я как-то ее подобрала сразу. Ну и это, наверное, их удивило. Чтоб не учиться пение, имеем мы терпение. И чтоб у вас не страшно спрошу. Должны мы быть старательны, послушны и внимательны. И дома каждый день учить о другом. Доле, мило, соля, си, до... Вы почувствовали, что она сможет контактировать с детьми? Да, она очень позитивная. Она очень внешне красивая девочка. Она старательная, она добрая. В плане руководителя мне она очень нравится. Она всегда готова выслушать какие-то замечания, советы. Она очень гибкая в плане работы. Она всегда идет на контакт, на компромисс. Она молодец. А дети, родители как к ней относятся? Вот уже прошло где-то полгода, может, даже больше. Вы можете сделать выводы? Как было в начале, как сейчас? Сначала родители отнестись, конечно, настороженно. Но никто не выражал яркие какие-то претензии, либо возмущения. И когда родители увидели, какие она учит с детьми песни, как проходит праздник, и, конечно, все прониклись к ней глубокой симпатией. Очень рады и расчувствованы, что мы смогли взять такого человека на работу и тем самым помочь ей в данной ситуации. Дети к ней тоже очень привязались, и она их различает всех по голосу. И она приходит, они бегут к ней обниматься, тянут ручки, и Аня, Аня, пойдем, пойдем. Какую песню будет мучить? Дети очень позитивно ее воспринимают. Теперь зайка, встал. Теперь что надо сделать? Проснуться. Да, проснуться надо. Теперь что? Танцую. Да, ну давайте, давайте. За полгода работы я их еще не всех запомнила по именам. Я стараюсь по голосам, поэтому каждый урок у нас приветствие. Я обычно спрашиваю, кто есть, подхожу, они мне дают руку. Я стараюсь по голосам их запомнить. Да, ну правда, не всех получается, некоторых путаю. Ну, надеюсь, это со временем. И чтоб урок не зря у нас прошел. Я готовлюсь к уроку, как и зрячий педагог любой. Пишу конспекты уроков. Напишу на своем доступном шрифте Брайля. Но, что вот хочу сказать про подбор песен. Тут, конечно, систематически нужна помощь зрячего музыкального педагога. Это Ирена Озолыня, которая мне помогает. Она работает с тражды мужей в школе. Она придет, ну скажем так, раз в месяц. Запишет мне целую кучу песен на диктофон, потому что у нее есть книжки. У нас таких по Брайлю книжек нет с нотами, поэтому я пользуюсь услугами зрячего музыкального педагога. И, конечно же, сама ищу песенки в интернете. А в интернете, когда вы ищете какие-то песни, вы пользуетесь услугами какой-то программы специальной? Да, есть специальная программа Jaws. Она читает все, что на игране происходит. Это для незрячих людей. И все равно на каком языке? Или нужно установить? Там есть синтезаторы языковые, есть русские синтезаторы, есть латышский синтезатор висварис, который, конечно, нужно отдельно устанавливать, но это все можно сделать. Ну, вот вы заметите, что дети как-то пользуются тем, что вы, может быть, не все замечаете, как они там балуются, какие-то игрушки с собой берут, роняют? Ну, конечно, но это и зрячий педагог тоже не может, трудно уследить за этим. Тут, ну да, как я сегодня, сегодня, да, как-то отреагировала. Я больше полагаюсь на свой слух, если вот я слышу, что они балуются. Так, мы в дороге с песенкой о лете. Так, вы там, с другой стороны. Кто болтает? Надо повторять слова. Еще раз. Хорошо, что дождь прошел. Хорошо, что дождь прошел. То есть, какие-то другие чувства, наверное, развиты гораздо больше. Вы лучше слышите, например, ручки можете даже определить, да? По руке, да. Ну, ручки у всех маленькие, у всех пока одинаковые. Это надо, ну, это надо больше времени, надо привыкнуть. То, что я сама представляю, что нужно выполнить там. Ну, вот тут песенка про паровозик. Вот мы встанем друг за другом и вот пойдем в одну сторону, в другую. Да, это, конечно, это все, что из движения я могу предложить. Ну, там, встать в круг, кастарза поиграть. Воспитатели помогают строить и координировать движения. Да, слова не надо. Да, не устремляйся, я берусь, я берусь, я берусь, я берусь, я берусь. А вагон у нас сейчас, а вагон у нас. До работы я добираюсь, ну, как, с югла, поскольку я живу на югре, на 14 автобусе. Я сажусь сама, а здесь вот на остановке ЦАСУЕЛА меня встречает мама, а то бишь мой ассистент, она же ее ассистент официально оформленный, и провожает меня до места работы. Ну, конечно, она помогает внутрь войти, но я уже сама тут все знаю. Когда она пришла, первая была проблема, как ей попасть внутрь, потому что у нас стоит система видеонаблюдения с домофоном, на которой надо нажимать кнопки, которые она не видит. Да, система разговаривает, но для того, чтобы она разговаривала, надо нажимать кнопки. Потом этот вопрос решили, выдав ей карточку, как и всем остальным сотрудникам, и она подносит карточку к домофону, и дверь открывается. Сейчас наклеена, благодаря Марии Кожариной, наклейка для незрячих асбука Брааля, и она может на ощупь определить, в каком месте ей надо подносить эту карточку. Но мы клеим для того, чтобы можно было приложить сюда, нащупать, и приложить сюда ключ электронный, чтобы Аня понимала, в какое место прикладывать. Иначе она по всей панели водит рукой, и вот он начинает разговаривать, и она не понимает, куда она. А здесь она нащупает, мы попробуем. Давай попробуем. Так, щупаем. Прям вот. Поняла? Ага. Работала. Конечно, нам было непривычно, что человека надо довести до своего рабочего места, посадить, дать ей пощупать, где находится инструмент, но потом мы привыкли. Сначала дети не могли понять, как это, когда она их не видит. Потом они стали к ней каждый подходить и трогать ее за руку, и говорить, как их зовут. Ну, правда, они быстро поняли, что она их не видит, и начали баловаться тоже. Но вот мы с Таней уже тоже на эту тему обсудили, и будем стараться как-то решать. Мы пытались связаться со стражду мужа, пансионатом, но не нашли должного понимания от них, поэтому у нас нет никаких методик, все основывается на нашем ощущении, восприятии. И если мы что-то не можем понять, мы сами закрываем глаза и пытаемся представить, как это Аня. Пока она не испытывает никаких трудностей в наших помещениях или в работе, она ездила с нашими педагогами на обучающий семинар еврейской общины и в гостиницу Аркадия. И там несколько дней провела. И также, конечно, она ездила с ассистентом, но там ей было комфортно и хорошо среди зрячих людей сделать практически все то же самое, что и они. Она пыталась танцевать, и ей было хорошо, и также приятно почувствовать, что мы не только ее взяли на работу, но мы ее и в профессиональном уровне, и в плане развиваем так же, как и обычных педагогов. Мы сейчас были в еврейском лагере и пели еврейские песни. Четыре дня по шесть часов на еврите. Она транслит английскими буквами и еврит, и мы с Аней пели. Она на Брайле читала еврит. Это вместе с детьми, которые... Нет, 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 это взрослый был лагерь, это еврейская община. Я как ассистент ездила, а Аня как участница. Должны вы стараться, как послушные и мальчики, И в полнотажной вею читать урок. Вас никак не смущает, что она с ассистентом ходит на работу, а ассистент ей помогает куда-то там подъехать, зайти? Здесь нет ничего такого, что должно смущать. Люди мыслят стереотипами, но на самом деле надо смотреть в корень на самого человека. Кто-то с ассистентом, кто-то с ребенком, кто-то еще с чем-то. Мы взяли Аню, мы приняли ее такой, какая она есть, и мы довольны. А с ассистентом она, с тростью или еще с чем-то, это ее, если это может облегчить ей жизнь, и сделать ее путь сюда удобнее и комфортнее, мы только рады. Два раза в неделю, по полчаса у меня. Ну вот сейчас в сентябре у меня будут и малыши, и это уже я буду отдельно заниматься, это отдельная группа, все-таки 15 детей в одной группе, 15 во второй. И вот я пойду сейчас, когда музыкальные педагоги вернутся в других садиках, ну пойду на хоспитацию, как говорится, опытных педагогов, буду подчеркивать идеи, ну как с малышами именно. Будете повышать квалификацию по обмену опытом. Просто мне нужна систематическая помощь зрячих, как в подбор репертуара, потому что не все страницы дружат с Джаласом, вот так вот. Вам удобно ходить по общественным местам, по библиотекам, в транспорте ездить? Ну я хожу в основном самостоятельно по Югле, я по центру не ориентируюсь. Я почему и живу на Югле в поселке, потому что там можно, там нет такой машины, там можно пойти и в библиотеку, и в школу зрячих, и в оркестры. Я еще в духовом оркестре играю, в хоре пою. А в духовом оркестре на каком инструменте? На клавишных? Я играю и на флейте, и на клавишных, это в зависимости от произведения. Да, она молодец, она ищет песни сама. Она, если мы ей даем песню без мелодии, она сама находит мелодию. Она постоянно что-то делает, у нее богатый репертуар, она придумывает новые игры с детьми. Она, в отличие от других педагогов, вынуждена двигаться все время вперед, потому что она все время в сомнениях, достаточно она или хороша для этой работы. И это сомнение заставляет ее все время быть в поисках движения в улучшении своего рабочего процесса. Почему мне нравится с Аней работать? Потому что человек, который стремится к большему, ей хочется учиться, ей хочется работать. И поэтому с этим человеком интересно помочь где-то, где-то подсказать. И, конечно, она не единственная. Много таких ребят, которые очень хотят, но, к сожалению, в обществе очень сильные стереотики по поводу незрячих людей. Страх, наверное, больше такой. А что вдруг? Справится, не справится. В принципе, неадекватные бывают отношения, когда видят незрячего человека и думают, ну, насколько он нормальный. То есть такие случаи у нас тоже были, что неадекватно воспринимается человек. Поэтому своим всем, я говорю, надо лезть везде, надо мозолить глаза, надо выходить куда-то на люди, надо искать работу, несмотря ни на что, надо учиться и так далее, и так далее. То есть это такое наше направление, чтобы побольше выходить в люди. Мы просто делаем то, что нужно делать любому человеку, не руководствуясь стереотипами. Нам нужен был музыкальный работник, мы его нашли. Да, она оказалась незрячая. Но это дополнительный опыт в плане адаптации, интеграции незрячих людей для нас. Удачный ли это опыт? Да, он удачный. Взяли бы мы еще раз ее? Да, мы бы еще раз взяли. И я думаю, что каждому человеку надо людей с ограниченными способностями рассматривать наравне с остальными людьми и не дискриминировать их сразу на начальной стадии, даже не дав им возможности реализовать себя и проявить. Конечно, можно начать оборудовать, начать с этого, но началось с того, что ей все показали, дружелюбно отнесся коллектив к этому. То есть это достаточно? Вполне достаточно того, чтобы люди с пониманием отнеслись. Показали и рассказали. Это тот минимум, который необходим для первых шагов. Здесь один этаж. Если бы тут было бы, как в других садиках, там музыкальный кабинет на втором этаже, или на третьем, или помещение было бы большое, тогда бы да. А здесь я, кстати, очень хочу поблагодарить воспитательницу Литу. Она мне все показала. По 10 раз мы с ней все прошли, потому что я волновалась очень. Ну, в общем-то, все запомнили, и проблем особых нет никаких. Да, в группу могу сама прийти. Если проблемы решим, мы наклеим тактильный значок, который она нащупает рукой и сможет пользоваться легко. Теперь мы думаем над этой методикой адаптации человека незрячего на рабочем месте, потому что это уникальный опыт, которым Елена согласна делиться, и ей хочется делиться этим опытом, чтобы создавать еще такие рабочие места возможные. Не обязательно в детском саду, потому что среди незрячих людей много, конечно, музыкантов, но есть и другие направления, скажем, сейчас мы работаем над тем, чтобы адаптировать учебную программу на курсах массажа, и это еще одно из направлений, где незрячий человек может в полной мере проявить себя. Вот такое бывает, что незрячий человек выполняет какие-то обязанности по работе, совершенно спокойно коммуницирует с людьми, может чем-то увлекаться, чем-то заинтересоваться, поделиться чем-то с другими людьми. Это должно быть само собой разумеющееся, что люди способны на многое, когда есть поддержка. Очень много талантливых людей, но так же, как и среди зрячих людей много талантливых, так и незрячие люди могут быть совершенно удивительно одаренными. Сейчас как? Адаптация среды – это такая тема очень актуальная, и все подряд пандусы строят, туалеты обустраивают. Но когда речь идет про адаптацию среды, в первую очередь, о чем думают, это колясочники. Фактически в первую очередь, это тоже своего рода стереотип, и очень мало кто думает, что еще есть такой вид инвалидности, как потеря зрения. А есть еще такая тенденция в обществе, может, она уменьшилась, но незрячих очень часто и путают с умственно больными, и поэтому тоже... На всякий случай опасаются, да? Мне бы хотелось, чтобы другие работодатели, посмотрев наш сюжет, увидели, что, во-первых, есть такой прецедент, что незрячие люди могут работать. Второе, что мы можем адаптировать среду по необходимости. Если это многоэтажное здание, если это сложная какая-то конфигурация здания с лабиринтами, то мы можем адаптировать, мы можем сделать план помещения, можем наклеить таблички, наклейки, и незрячий человек сможет спокойно адаптироваться и ориентироваться в этом помещении. Мы с радостью примем любую помощь в виде волонтерской работы, в виде пожертвований, если кто хочет поддержать нашу организацию, и просто даже доброго совета. И очень ищем тех работодателей, которые готовы делать социальные проекты, которые мы можем, просто собравшись вместе, обсудив это все, поделившись опытом, мы можем делать большие дела. Если у кого-то возникает желание еще принять на работу или на учебу незрячего человека, то мы с радостью поможем, и лично я, и мои коллеги, и теперь Елена, которая обладает бесценным опытом в этой области. Я думаю, что мы все вместе справимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...